Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Ну вот, дорогие друзья, в эфире неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Его ведущий я, Анатолий Червец. Ну и, конечно же, участники все вы. Которые наберете номер телефона 847-400-5200. Будем с вами общаться, будем обмениваться мнениями. Вы нас можете слышать на волнах 14.30 а.м. 99.1.фм. А также на нашей страничке, веб-страничке www.radionvc.com. На нашей фейсбук-страничке radio.nvc и на нашем ютуб-канале radio.nvc. Зайдя на этот канал, пожалуйста, нажмите кнопочку subscribe. Вы знаете, что зарегистрировавшись на нашем ютуб-канале, вы будете получать все самые последние новости, самые последние программы, извещения о выходе новых программ и так далее. Теперь, для тех, кто желает пользоваться электронными гаджетами, пожалуйста, ваши айфоны и айпады, загрузите на них наше бесплатное приложение, и вы нас сможете видеть и слышать таким образом. Ну, а те, которые используют телефоны или таблетки платформы Android, пожалуйста, выходите через ваш браузер прямо на нашу веб-страничку www.radionvc.com, и опять же будете иметь возможность нас видеть и слышать. Ну, вот, теперь, перед тем, как я начну обсуждение текущих событий в нашей стране, хочу вам показать, похвастаться даже, ну, вот, те, которые нас наблюдают на страничке YouTube или на Facebook, вот такое вот получил я письмо, причем это письмо коллективное, от наших уважаемых, любимых радиослушателей, проживающих в городе Чикаго, в одном из субсидированных домов. Это люди, которые слушают не только наше радио в принципе, а люди, которые вот следят за и неполиткорректным ток-шоу, и за нашей народной трибуной, ну, и это люди, которые, конечно же, всегда хотят быть, как говорится, на самом гребне событий, но не всегда у них это получается. Так вот, вот это коллективное письмо поднимает четыре очень интересных темы, такие они не очень обширные, поэтому мы сможем их обсудить. Тема номер один. Наших радиослушателей волнует, именно вот я не оговорился, номером один. Волнует то, что наш город стал, не только город, но и наш штат, стал как бы пристанищем для нелегальных иммигрантов из разных стран. Ну, в основном мы все понимаем, что в основном это страны треугольника Латинской Америки или Центральной Америки, ну, и включая Мексику. Вот их очень переживает, очень волнует вопрос того, что наши политики обещают помогать и в денежном отношении, и в отношении с страховкой на здоровье, и в отношении с другими разными бенефитами этим нелегалам, и что это за собой повлечет недостачу, будем говорить так, в фонде ССАИ, в фонде помощи людям, которые здесь проживают легально. Ну, что я могу сказать? Конечно, я не могу вас успокоить тем, что не волнуйтесь, ничего этого не произойдет. Скорее всего, в нашем штате, именно в нашем штате, а особенно в городе Чикаго, я не хочу поднимать панику, но это вполне возможно. Поймите меня правильно. Очень вас прошу. Я не пытаюсь вас испугать, я не пытаюсь вас разволновать. Я просто, во-первых, отвечая на ваш вопрос, я не хочу создавать какие-то воздушные замки и, как говорится, приумножать надежду на то, что ничего страшного, все будет в порядке, никто ни в чем не пострадает. К сожалению, штат у нас управляется демократами. Это люди, которые, особенно на сегодняшний день, люди, которые верят в абсолютную помощь нелегалам, потому что это их голоса. И поэтому, я вам скажу, в нашем штате все возможно. Пока еще этого не происходит. Вот это хорошая новость из всего того, что касается именно этой темы. Пока что ни у кого ничего не урезают. И поэтому, ну, будем надеяться на то, что все-таки вы не потеряете ваши деньги, вы не потеряете ваши бенефиты в счет нелегалов. Это первая тема, которую подняли наши радиослушатели. Вторая тема, которую они подняли, тоже не менее интересная. Не знаю, кто пропагандирует эту идею именно вот в доме, там, где живут наши уважаемые радиослушатели. А идея состоит в том, что вот якобы Трамп собирается отобрать некоторые льготы у людей, которые сюда приехали либо по грин-карте, либо, то есть, я имею в виду, выиграли девилатери или грин-карту, ну, или люди, которые приехали сюда по воссоединению семей. Разговор идет, конечно же, о помощи финансовой и о медицинской помощи. Ну, уважаемые мои, я вам скажу честно, Трамп не собирается ничего у вас забирать. Просто вопрос стоит в том, что льготы, такие как финансовая помощь и медицинское обслуживание полагаются только либо гражданам Соединенных Штатов, либо людям, которые сюда приехали в статусе беженцев. Запомните, это очень важно. У вас никто ничего не забирает. Просто если вы являетесь гражданами Соединенных Штатов или вы являетесь, приехали в эту страну, въехали в эту страну в статусе беженца, вам все это полагается, и никто у вас этого не заберет. Теперь, те, которые въезжают в страну по воссоединению семей, есть такое понятие, как Affidavit of Support. И об этом наши эмиграционные адвокаты говорят очень часто, очень много, очень подробно объясняют, для чего это нужно. То есть, если кто-то вызывает сюда своих детей или своих родителей, или своих, ну, скорее всего, давайте будем ограничимся, родители вызывают детей, дети вызывают родителей. Для того, чтобы вызвать сюда кого-то по статусу воссоединения семей, человек, который вызывает здесь со стороны американской, он называется спонсор. Это человек, который подписывает документ, который называется Affidavit of Support, где он обещает и торжественно клянется в том, что он берет на себя все обязанности по содержанию тех людей, которых он вызывает. Для этого проверяется его доход, проверяются его налоговые декларации, он должен представить все свои налоговые декларации, он должен представить, ну, если он работает в компании, он должен представить такие корешки чеков и так далее. И в этом случае иммиграционная служба решает, достаточно ли у этого человека финансов для того, чтобы содержать то количество людей, которое он вызывает. Поэтому, запомните, никто ни у кого ничего не отбирает. Это просто вопрос того, полагаются ли эти льготы людям, либо они не полагаются. И вот поэтому входит в силу Affidavit of Support. И действительно, что произойдет, для того, чтобы получить льготы, человек, приехавший сюда по воссоединению семей, не может ничего получить до тех пор, пока он не станет гражданином Соединенных Штатов. Он просто не, ему не полагаются эти льготы, как просто приехавшему в эту страну на воссоединение семей. Теперь, еще один вопрос, который вы подняли, это факт того, что, то есть, да, пытаются упразднить так называемую девилатери. Давайте примем телефонный звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, в тему, Анатолий. Пожалуйста. Дело в том, что эту тему очень сильно массируют среди мексиканцев тоже. Они говорят о том, что вот, Трамп нас лишит, на что, на все. Я говорю, ты в стране легально или нелегально? И почему ты не стал гражданином этой страны, работая здесь уже 30 лет? Я хочу в Мексику. Правильно, хочешь в Мексику? Будь любезен, уезжаешь, ты же гражданин той страны. Живи по законам той страны. А я тут, а тебя сюда никто не звал. Ты легально не прибыл в эту страну. Знаете, вот это вот, играют на самых низменных, так будем говорить, и больных точках. Абсолютно, абсолютно. И это сильно-сильно работает. Вы, к сожалению, абсолютно правы. Спасибо большое. Это действительно сильно работает. Но меня, вы знаете, меня это не удивляет, просто меня это расстраивает, что вот такие, скажем, пропагандисты ходят по домам наших пожилых мам, пап, бабушек, дедушек, наших родственников, и вешают им вот такую лапшу на уши, тем самым настраивая этих людей против той самой страны, которая их приняла, которая их приютила, и которая им дала возможность здесь жить. Вот это меня просто расстраивает, не удивляет, не возмущает, это естественно. Но вот именно меня расстраивает, потому что люди, которые, так называемый, один из самых незащищенных классов нашей страны, мы знаем, что это таких два класса. Это дети и это пожилые люди. Я ни в коем случае не хочу никого называть стариками, потому что нет такого, я для меня нет понятия старики. Для меня есть понятие пожилые люди или люди, которые, ну, умудренные опытом, скажем так. Так вот, да, действительно, то есть Трамп и его администрация пытаются провести такую реформу, где они хотят упразднить девилатери. Почему? Опять же объясняю. В нашей стране, хотя, и, кстати, прошу вас запомнить и понять, эта страна обожает эмигрантов, обожает эмигрантов, была построена на эмигрантах, была создана эмигрантами и обожает эмигрантов. Но эмигрантов тех, которые, во-первых, приехали сюда легально, то есть вошли в парадную дверь, а не через окно, форточку или задний ход. Это раз. Во-вторых, эмигранты, которых сюда приглашают по той причине, что либо это люди, которые являются какими-то специалистами в своей области, и нам всегда нужны специалисты. Всегда. Либо это люди в молодом возрасте, которые, потом, ассимилируясь здесь, получив образование, станут достойными гражданами этой страны. Добрый день, вы в эфире. Алло? Да, говорить, пожалуйста. Извините, пожалуйста, что я вас перебиваю. Скажите, пожалуйста, кто был гостем Юрия Гимельфарба в предыдущей программе? Это женщина, ее зовут Малка. Я, честно, не, по-моему, шар. Я не очень запомнил фамилию, но Малка, она позиционирует себя как американский политик. Она в стране 15 лет. Она очень активно занимается поддержкой, во-первых, Трампа в кругах среди русского населения. Во-вторых, она действительно занимается тем, что она, как говорится, пропагандирует республиканскую партию. Она состоит в республиканской партии? Ну, я, честно, я у нее этого не спрашивал, но вполне возможно. Почему нет? Она действительно очень такая про-трамповский человек, которая довольна политикой Трампа, довольна его идеологией, поэтому абсолютно нормально. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Будьте здоровы. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. Вот у меня вот такой вопрос. Может, вы знаете, вот изменится ли что-то? Я не знаю, какие сейчас законы для тех людей, для хозяев бизнесов, которые нанимают нелегалов. Будет ли что-то для них проверять? Потому что много знакомых, которые нанимают, хочется как-то их предупредить, что ли. Спасибо. Спасибо большое. Ну, я вам скажу такую вещь. Не называя имен, фамилии и так далее, и паспортных данных, я лично знаю людей, которые им сейчас приходится, вот после того, что произошло в Миссисипи, пошла такая волна страха, и потихонечку очень многие нелегалы начинают увольняться с работ, потому что они боятся быть пойманными. И вот сейчас становится такой вопрос, где эти же нелегалы, допустим, работали, ну, на предприятиях, там, по пять, по шесть лет, и, в принципе, они нормальные работники. Никто не жалуется на то, как они работают. Жалуются только на то, что они, во-первых, нелегально устраиваются на работу, очень многие из них устраиваются по поддельным соушил-секьюрити-картам, или номерам. И вторая большая проблема с этим, это то, что они действительно, я не, поверьте мне, я ни в коем случае не являюсь человеком против, ну, как скажем, нелегальных иммигрантов. Мне, в принципе, они абсолютно ни холодны, ни жарны. Я знаю многих, многие семьи мексиканские, которые здесь нелегальны, и я знаю, что они нелегальны, но это замечательные люди, люди, которые здесь действительно работают, стараются, и так далее. У меня когда-то даже был бизнес в их районе, я с ними столкнулся буквально очень серьезно, у меня было страховое агентство в районе Фулартон и Ларами, это прямо в самом, как говорится, таком сердце мексиканского района, и вы знаете, очень замечательные люди, я к ним никаких претензий не имею, но замечательный человек, который нарушил заведомо законы этой страны, я эту страну люблю намного больше, чем я люблю людей, пусть и замечательных, но тех, которые нарушают здесь законы. Это вот моя позиция такая. Теперь, по отношению к вашим друзьям, если они берут на работу нелегалов, пока что никто никого не собирается сажать, никто никого не собирается расстреливать, но, но, просто они должны быть готовы к тому, что в один прекрасный день их работник не выйдет на работу, точка, все. И вот к этому нужно быть готовым, потому что если им обязательно нужна, как говорится, человеческая единица, значит, они должны как-то готовить почву для того, чтобы брать на работу других людей. Это действительно происходит сейчас сплошь и рядом и в Чикаго, и в других городах, где есть нелегальные эмигранты. поэтому вашему другу пока что ничего не грозит, его никто арестовывать не будет, но, если он зависит, его бизнес зависит от присутствия людей на работе, он должен хорошо задуматься. Так что, это такое дело. и теперь, так, у нас еще звонки. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Анатолий, скажите, пожалуйста, а что грозит людям, пожилым людям, которые уже 8 лет здесь проживают и не сдают на гражданство, боятся, что они его никогда не сдадут? Я вам скажу честно, им ничего не грозит, все зависит от того, по каким статусам они сюда приехали, если они приехали по статусу воссоединения, но они просто не получат льготы, им придется, то есть, я не знаю, как долго их родственники могут их содержать, в том смысле гарантировать их обслуживание здесь, но я вам скажу честно, нельзя бояться что-то сделать. Нельзя. Почему? Потому что вы никогда не знаете, на что вы способны до тех пор, пока, тем более, что у нас есть курсы, которые предлагает ХИАС, предлагает, мы ее называем Джуйка, да, вот Рита Сандлер, замечательная женщина. Мои мои 70 и выше. Это не важно. У меня мой папа покойный сдал в 73 года на гражданство. Тут зависит вопрос, знаете, в чем? Вы можете сидеть и прикрываться тем, что вы своим возрастом, своим незнанием языка, или вы можете приложить максимум усилий для того, чтобы попробовать. И вы знаете, если я знаю людей, опять же, вот я лично знаю людей, которые попробовали один раз, второй раз, третий раз, наконец-то им просто сказали, знаете что, ну, мы видим, что вы пытаетесь, у вас не получается, ну, и дают гражданство. Идут навстречу, просто нормальный человек. Или человек, которому действительно, там, за 85, по-моему, я не помню, какое, это нужно у адвоката узнать. Те вообще могут прийти просто со справкой от врача не сдавать на гражданство. Но я всегда призываю людей к двум вещам. Первое, пробуйте. Раз. И второе, не сдавайтесь. Не сдавайтесь. Не надо. 70 лет, это не возраст. 70 лет сегодня в Америке, это не возраст. Честно. Я согласна. Окей, и такой вопрос. Значит, если они 8 лет здесь, через 2 года им нужно переоформлять грин-карту, им ее не дадут? Нет. Грин-карту им продлят. Я не думаю, что это не проблема. Главное, чтобы они не опоздали с ее продлением. грин-карту им продлят. Просто вопрос, ну, это грин-карта, это не гражданство. Но они не могут пользоваться медициной, не могут иметь субсидированную квартиру, да? Да. До тех пор, пока не получат. Они не получат льготы до тех пор, пока они не станут. А если они это имеют уже сейчас, у них это берут? Или как это работает? Если им дали, если они сюда приехали по воссоединению семей, и им дали, то есть, вы поймите, не поймите мне неправильно, я не так немножко, может быть, меня не поняли. Люди не имеют права получить в течение 5 лет с момента въезда в страну, когда дают эфидевитов-суппорт, если я не ошибаюсь, кстати, опять же, пожалуйста, позвоните, у нас завтра будет в эфире Михаил Кэрн, пожалуйста, задайте ему этот вопрос. Насколько я это понимаю, человек, приехавший сюда, как по статусу воссоединения, либо иммигрант, ему, его родственники пишут эфидевитов-суппорт, гарантирует государству о том, что в течение 5 лет они будут содержать этого человека. Я думаю, что ваши получили именно потому, что они здесь были больше 5 лет. И вот по истечении этого срока они уже подлежат льготам и подлежат даже субсидированной квартире. При наличии грин-карты. При наличии грин-карты, да. А в отношении гражданства, ну, это, но это действительно так. То есть, эфидевитов-суппорт работает именно 5 лет с момента приезда в Америку. Вот это я хотела сказать. Спасибо большое. Спасибо большое. Будьте здоровы. Вот. Так что, теперь, в отношении вот этой девелатери, о чем я говорил, грин-карты, вы понимаете, в Америке, то есть, получается, что, вот смотрите, мы, у нас многие родственники остаются, допустим, в странах бывшего Советского Союза. Мы приезжаем сюда, и, конечно же, мы хотели бы этих родственников вызвать к нам и быть вместе. Понятное чувство. Но, вы понимаете, что если эти родственники приедут сюда, и, даже по истечении 5 лет, сядут на шею государству, государству, в котором они не работали никогда, в государству, в котором они ничего не вложили как плоды своего труда, я, опять же, пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я сюда своего брата вызывал, и те, которые меня знают, это все нормально. Но государство, администрация Трампа просто боится, что мы привозим сюда, причем, самое интересное, не только мы. Мы, это не самое страшное то, что случается в Америке. Мы сюда приезжаем, мы пытаемся как-то ассимилироваться, мы пользуемся услугами, мы как-то пытаемся все-таки что-то здесь делать, предпринимать какие-то шаги и так далее. Но, ведь есть люди, которые, вот, приехал сюда человек, выиграл свою грин-карту, вот он приехал сюда, он получил здесь гражданство, и теперь он начинает звать, как говорится, всю свою семью вместе с тетями, дядями, внуками и так далее. То есть, они все идут сюда, как говорится, по цепочке. И вот это, chain migration, именно вот эта цепочка, это то, что Трамп хочет прекратить, потому что эта цепочка только увеличивает расходы нашего государства по использованию льгот и так далее. То есть, вы же понимаете, нужно же деньги откуда-то брать, для того, чтобы брать деньги откуда-то, ну вот наши пожилые люди, которые здесь приехали сюда и успели отработать здесь, допустим, там 10-12 лет, неважно, сколько они заработали, но они делали вклад в казну нашего государства и этим самым собирало государство деньги, которые потом, оно, как бы, в виде пенсии и некоторых дотаций представляет этим людям. Но когда приезжают люди, которые здесь никогда не работали, ничего сюда они вложили, а только забирают, это действительно для государства это тяжело, для казны. И поэтому вот то, что Трамп пытается сделать, он пытается избавиться от, во-первых, лотереи. Почему? Потому что лотерея не дает возможности американскому правительству выбрать тех, которых мы хотим здесь иметь. И второе, это вот эта цепочка иммиграционная, которая сюда привозит очень много людей, которые здесь потом становятся больше, идут в статью расходов больше, чем в статью доходов, скажем так. Вот. Поэтому Трамп ничего не предлагает такого, что разорит нашу иммиграцию. Это просто то, что должно дать возможность нашей стране выбирать как говорится pick and choose, то есть выбирать поштучно именно тех, которых бы они хотели видеть здесь как своих будущих граждан. Дорогие друзья, давайте мы здесь в этом месте сделаем перерыв и потом вернемся и обязательно продолжим эту тему. Спасибо, дорогие друзья, что остаетесь с нами, за то, что нас слушаете, с нами участвуете в наших передачах. Ну и вот мы возвращаемся в это не были корректное ток-шоу. Номер телефона в студии 847-400-5200. А пока вы набираете номер, я хочу ознакомить вас еще с одним вопросом, который подняли наши радиослушатели в этом субсидированном доме и волнует их, что в принципе и понятно, почему, потому что это касается наверное всех нас. Волнует ситуация с тарифами с Китаем и с тем, что происходит из-за этих тарифов у нас в стране. И вот в этом письме приводится пример, что кто-то услышал там по телевизору выступая человек, по-моему на Факс Ньюс, если я не ошибаюсь, я лично это не видел эту программу, но вроде бы это человек, который 46 лет в бизнесе, к сожалению в письме не написано какой это бизнес, но человек вроде бы 46 лет в бизнесе, отцу 84 года и сейчас человек выступающий в программе говорил о том, что из-за тарифов, из-за войны, тарифной войны приходится закрывать как бы бизнес, бизнес идет очень плохо и ну в общем все плохо и отец плачет и как в сказке про курочку-рябу бабка плачет, детка плачет, ну а курочка кудакчет. Так вот, я не знаю то есть о каком бизнесе идет речь, потому что на сегодняшний день я не слышал ни об одном бизнесе, который бы должен был закрыться из-за войны с тарифами. Ну может быть только если это бизнес фермеров, которые сегодня потеряли возможность торговать своими продукцией фермы с Китаем. Китай конечно же потреблял очень много наших соевых бобов и других злачных культур и так далее. Но в общем тем не менее вопрос с фермерами это вообще немножко отдельный вопрос. Почему? Потому что такой бизнес как фермы он настолько чувствителен буквально каждому дуновению ветра. Много дождей тонет урожай. Мало дождей засуха засыхает урожай. Какие-то жуки колорадские которые поедают картофель значит опять же урожая нет. Какая-нибудь зараза для то есть которая влияет на скотину скотина дохнет. то есть фермерский бизнес это очень тяжелый очень нелегкий бизнес и поэтому говорить о том что они закрывают бизнес из-за тарифной войны ну я думаю что это по крайней мере не честно потому что тут дело не в тарифной войне. Дело в том что тем более что Трамп буквально если я не ошибаюсь два или три месяца назад взял часть денег которые мы получаем от Китая за те тарифы которые они начали платить он взял часть денег в размере 16 миллиардов долларов и эти деньги отдал как бы в субсидии в виде субсидии фермеров поэтому ну вот эти вот душесчипательные выступления разных непонятных людей это тоже к этому нужно я кстати очень благодарен вам дорогие радиослушатели за то что вы подняли эту тему в письме то есть почему потому что намного лучше задать вопрос и получить ответ чем слушать вот такие разные пропагандистские всякие выступления и считать что ну все мы просто идем ко дну и так далее так что ну вот в принципе я надеюсь что я ответил на все ваши вопросы в отношении тарифной войны да война идет да Трамп пытается выровнять наше наше взаимоотношение по отношению к Китаю почему потому что ну это нечестно по крайней мере нечестно если например вот представьте себе такую ну ситуацию или сравнение допустим Яша производит велосипедные цепи а Дима производит например ну что ну производит масляные масляные фильтра для машин и вот теперь представьте себе такую вещь вот Дима для того чтобы продавать свои масляные фильтра Яша платит за это 10% от стоимости своей продукции а берет а берет с Яши 25% от стоимости его продукции чтобы Яша мог продавать свои цепи у Димы во владениях скажем так то есть вот такая примерная ситуация то есть ситуация должна быть выровнена до тех пор пока и Дима и Яша не будут платить одинаковые проценты за возможность продаж друг у друга на рынке и тогда это называется честный бизнес честный товарообмен до тех пор пока это не происходит кто-то страдает больше чем другая сторона в нашем случае Америка страдает намного больше чем Китай кстати то же самое касается и Европейского Союза но с Европейским Союзом мы там у нас другие разборки поэтому мы немножко пока его оставим в стороне но то что происходит с Китаем вот примерно вот такая вот происходит ситуация поэтому то что китайцы грозятся что они поднимут тарифы там на какие-то продукты или продукцию там на 25% на 30% вот смотрите что получается допустим такая компания поставщик китайской продукции самый крупный поставщик китайской продукции на американский рынок это мы все знаем это цепь магазинов Walmart вот они продают китайский ширпотреб направо и налево так вот Walmart уже объявил о том что повышение тарифов на китайскую продукцию не скажется никак в ценовой политике магазина то есть они не собираются поднимать цены в зависимости от того что происходит с тарифами в китай то же самое объявила компания таргет поэтому основные поставщики причем опять же мы же сейчас говорим о чем нас больше волнует наверное ширпотреб чем то что допустим там сталь подорожала на маркете то есть мы люди мы потребители которым в принципе нам важнее о том сколько стоит допустим ну я не знаю например утюг или сколько стоит это брызгалка для очистки стекла то есть нас эти цены волнуют больше чем цены на сталь которую где-то будут обрабатывать куда-то она будет поступать поэтому опять же дорогие мои друзья не волнуйтесь ничего страшного не произойдет никто умирать не будет ни с голоду ни от холода все будет в порядке добрый день вы в эфире здравствуйте здравствуйте вы все правильно говорите но мне кажется главная проблема у Трампа это то что огромное количество компаний открыли там свои бизнес и эти же бизнесы они давят здесь на наше министерство финансов на Трампа чтобы он не получал тарифы потому что ну опять же понимаете с проблемой Китая и с китайскими товарами которые и Китаю принадлежат и Китая их производит здесь проблем мне кажется нет именно вот наши наши же компании такие как Apple ну знаете в принципе какую компанию не возьмешь все произведено в Китае хотя стоит марка американская продукция мне кажется что вот это и есть главная проблема вы знаете я я с вами спасибо большое я с одной стороны с вами согласен с другой стороны я с вами попробую не согласиться смотрите вы абсолютно правы что самая большая проблема ну самая большая для Трампа проблема это Нэнси Пелоси Чак Шумер и Эдам Шеф это самая а ну еще Акасия Кортес и вот эти вот остальные три ну не очень мудрые женщины с которыми ему приходится по долгу службы сражаться так вот это самая большая проблема Трампа в отношении Китая конечно же да там компании которые вложили в свое время сумасшедшие деньги в конверные линии в поставку в производство каких-то там деталей или продукции но вы понимаете вся проблема в том что сегодня вот эти компании которые там стоят они ведь даже нашим же американцам не принадлежат они все равно принадлежат китайцам 51% этих компаний принадлежат китайцам теперь что Трамп предлагает этим ребятам он говорит ребят вот смотрите я вам понизил налоги я вам даю льготы на то чтобы вы перенесли свой бизнес в Соединенные Штаты и вели свой бизнес здесь и при этом я вам опять же буду давать там определенные льготы и так далее то есть он пытается этот бизнес вернуть обратно теперь в отношении Apple тоже интересная ситуация потому что Apple сегодня уже не получает те низкие цены на рабочую силу и на производство которое он получал там допустим 5-7 лет тому назад и вот теперь происходит ситуация которая больше навредит Китаю чем Трампу если Apple допустим хотя они уже пообещали что они переведут свое там в основном производство сюда в Америку но они точно так же смотрят и во Вьетнам или на Вьетнам они точно так же смотрят на Индонезию так вот Вьетнам рвется простите меня из штанов для того чтобы получить вот этот бизнес вы же понимаете что не зря Трамп назначил встречу с Ким Чан Ын во Вьетнаме это же не зря было сделано поэтому если Apple свернет свои по-моему если я не ошибаюсь в Apple работают что-то около двух по-моему это сумасшедшая сумма там то ли 2 миллиона человек то ли что-то в этом роде свернет своей компании и уедет даже если не в Америку то во Вьетнам или в Индонезию Трамп с Вьетнамом договориться насчет пошлин это не проблема а вот что будут делать китайцы поэтому то что вы говорите что это самая большая проблема Трампа это его проблема но проблема еще больше для Китая потому что их экономика практически ну просто сворачивается сумасшедшими темпами у нас то экономика очень сильная очень такая стабильная и вот то что произошло там пару дней с этим маркетом то что он там дыпнул на 800 поинтов ну да больно да кто-то потерял какие-то деньги но имея такую сильную экономику мы то выровняемся и мы вернемся на те же цифры которые мы имели там месяц тому назад а вот с Китаем это вопрос совсем другой у них экономика падает и поэтому поверьте мне не от хорошей жизни они играются с валютой зная четко что им могут дать серьезно по рукам поэтому я немножко вот тут я с вами не согласен именно в том для кого это большая проблема но то что это головная боль Трампа сто процентов это ну честно это геморрой добрый день вы в эфире здравствуйте вот сегодня я с вами ну сто процентов на права согласна вы все что вы говорите все правильно когда обыватель начинает рассуждать он рассуждает только с точки зрения на пять центов повысится какой-то продукт который он покупает или нет а вот забывает он что вот или не знает он что у нас идет постоянный в течение десятилетий уже дисбаланс торгового дефицита с Китаем и Китай закупает и уже купил здесь земли целые города принадлежат Китаю и он стал не просто второй экономикой а если бы не пришел наш Трамп то он бы стал первой экономикой и по нас по всем бы это очень сильно ударило и в конце концов тот кто является сильным тот и заказывает музыку то есть мы бы стали еще с помощью демократической этой демократической партии социалистической страной со всеми последствиями мы оттуда приехали мы туда бы и попали снова поэтому все что делает Трамп это он делает именно в наше благо для блага нашей страны поэтому все вот эти вот обыватели должны понять и подумать а что будет с их детьми предположим на их долю хватит еще нашего благосостояния а что будет с их детьми а с внуками да выживут ли они вообще как бы не было холокоста со всеми вот этими причиндалами которые нам устраивают эти демократы мешая нашему президенту сделать нашу страну снова сильной великой спасибо большое спасибо большое спасибо большое да конечно вы правы поэтому действительно нужно немножко знаете когда-то мы же все выходцы из бывшего советского союза и в бывшем советском союзе была такая классная песня раньше думай о родине а потом о себе поэтому ну здесь в Америке в принципе тоже когда-то кстати вот посмотрите я провожу параллель которую демократы никогда в жизни с ней не согласятся но я ее проведу вот вот эта песня раньше думай о родине а потом о себе и возьмите слова Кеннеди в его знаменитом выступлении где он сказал не думай о том что родина может сделать для тебя думай о том что ты можешь сделать для своей родины вот вам пожалуйста вот вам коммунистическая партия советского союза и вот вам демократическая партия соединенных штатов Америки абсолютно одинаковая идеология одинаковое мышление и кто бы нам что не говорил о том что не вы что ну какие-то социалисты вот там в союзе были социалисты а здесь это это демократы нет ребят это такие же социалисты коммуняки которые были там просто здесь они ну как сказать у них здесь есть свобода слова и плевать они хотели на всех тех которые с ними не согласны будем говорить так добрый день вы в эфире анатолий добрый день есть одна хорошая тема давайте разбавим чуть-чуть этот мне интересно ваше мнение вот договор о ракетах средней дальности как только мы из него вышли значит тут же заявили что будем устанавливать ракеты в Азии но почему-то поехали в Австралию вот что пишет лорд мэр так называется мэр города Дарвина на севере ее ними Робин Хак вот она пишет жили мы столетиями не тужили пока у нас не появился наш старший брат и решил установить у нас ракеты теперь все китайские ракеты будут смотреть на нас и заканчивает почти этим советской пословицы не имей 100 американских друзей а лучше имей их доллары далее немецкие политики не все правда говорят знаете что ребята забирайте вы свои базы и ячерные головки в Косово в Польшу в Румынию куда хотите оставьте нас в покое это говорят друзья а что говорят не друзья вот во время заварухи в Венесуэле Джан Болтон выходит на экраны телевизора и говорит сейчас мы разберемся с Венесуэлой а потом на очереди будет Куба и Никарагуа кубинцы тут одну секунду кубинцы тут же отвечает который с нами имеет дело уже 60 лет говорит никаких проблем только вы сначала разберитесь с Венесуэлой и посылает туда 25 тысяч солдат хорошо вооруженных и обученных Иран захватывает танкеры в Хормузском заливе но они ли это начали начала это Великобритания которая захватила иранский танкер в Гибралтаре по нашему науськиванию в Северный Королей не подплывешь не подлетишь у него вот вам такой вопрос вот ну это видно ясно что они не только не писают штаны от страха а собираются воевать и отстаивать все это мне кажется что мне интересно ваше мнение не пора ли нам надо менять нашу стратегию стратегию тактику потому что действительно мы каким-то пугалом на весь мир выглядим окей спасибо значит я вам отвечу таким макаром когда-то опять же я очень я обожаю всегда пословицы почему потому что в них очень такая сермяжная правда нашей жизни так вот есть такая пословица в мире нет бойца смелей чем напуганный еврей почему это я имею ввиду в отношении Ирана на сегодняшний день Иран это я вам просто по порядку отвечаю на ваши вопросы на сегодняшний день Иран находится в настолько плачевном состоянии что если вы перестанете слушать советские вернее российскую пропаганду вы поймете что этим ребятам просто дышать нечем просто нечем дышать у них их доход жизненно важный доход снизился почти на 90% их экономика она просто со страшной силой кто-то дернул тормоза почему потому что Ирану просто перекрыли кислород с его продажей нефти и ему некуда деваться что ему остается делать у Ирана есть 2 2 выхода один выход это пойти на уступки Трампа и тем самым признать себя абсолютно никчемными я имею ввиду аятоллы режим аятолл они на это никогда в жизни не согласятся потому что они не могут упустить контроль над своими людьми и признаться в своей немощности значит второй вариант это пытаться как-то вот своими абсолютно дебильными действиями пытаться как-то все-таки вернуть Европу которая сегодня вы поймите если вопрос станет между для Европы выбирать между Ираном или Америкой Европа все равно выберет Америку потому что Иран да Иран может поставить топливо но Иран абсолютно не является рынком сбыта и для Европы сегодня потерять американский рынок сбыта это ну все равно что просто лечь и умереть поэтому когда или не дай бог если дойдет до такой ситуации то Европа по-любому хотят они не хотят они они выберут Америку теперь то что касается Германии именно Германии вы заметили что именно Германия сегодня тявкает вот как та собака которая вот слоны мозг то есть на кого тявкает Германия значит у Германии армии своей нет вооружаться ей нельзя вы знаете это прекрасно по подписанному договору по окончании войны значит она не имеет права иметь свою армию значит вы же понимаете что на сегодняшний день все то что тявкает Германия это происходит только по одной причине строится мы уже говорили это строится северный поток 2 северный поток 2 который в принципе сделает Германию очень богатой страной потому что она станет как бы перевалочной базой между Россией и Европой Германия сегодня понимает что Америка далеко пока что Америка далеко а вот Россия вот она рукой подать и как только закончит этот трубопровод Германия начнет зарабатывать сумасшедшие бабки но проблема ведь в том что если Америка действительно захочет прикрутить гайки Германии и сказать так вот теперь настало время выбирать вот или так или так пока что с Германией как бы ну дипломатически играются в игрушки Меркель все она хромая утка она свое отжила в следующие выборы она никуда не проходит придет кто придет ну не знаю я не знаю кто там я честно за Германией не слежу меня это как-то меньше интересует но тем не менее я думаю что так же как и везде придет какой-нибудь более консервативный потому что то что у них там сейчас происходит с мусульманами этому как-то нужно вложить конец понимаете поэтому с Германией это вообще не вопрос то что Германия говорит забирайте свои базы куда вы их заберете Америка платит сумасшедшие деньги за то что эти базы находятся там Германия сегодня говорит больше языком Путина чем она говорит языком Трампа согласен ну куда она их заберет ну или куда кому она их отдаст это раз во вторых а кто ее собирается защищать если не дай бог какой-то где-то конфликт кому нужна эта Германия понимаете это то что касается Германии а следующее остальное я просто сейчас вынужден уйти на рекламу я обязательно отвечу на ваш вопрос в отношении баз вот Польши Косово и Австралии и так далее оставайтесь с нами спасибо большое еще раз еще раз огромное спасибо за то что нас слушаете за то что остаетесь с нами мы возвращаемся в неполиткорректное ток-шоу номер телефона студии 847 400 5200 добрый день добрый день вы в эфире добрый день я урывками слушаю ваши радио зовут меня Леонид тут женщина звонила насчет сдачи на гражданство я могу как бы не то что подсказать родители еще они уже пожилой возрасте после 70 конечно есть какие-то болячки и если доктор простым языком то есть не умным каким-то языком именно простым языком чтобы любой смертный мог понять какие у них болезни и почему они не могут можем сдавать на английском языке не могут сдавать на русском языке или вообще как-то по-другому у меня с тещей была такая проблема и слава богу они даже домой пришли и домой приняли гражданство замечательно спасибо большое за вашу подсказку спасибо добрый день вы в эфире добрый день если можно Анатолий осветите что-нибудь просочилось по делу Эпштейна спасибо а сейчас попробуем добрый день вы в эфире здравствуйте здравствуйте как говорят в России лучше иметь 100 друзей чем иметь 100 рублей а вот в Одессе говорят немножко по-иному они говорят будешь иметь 100 друзей будешь иметь 100 рублей вот товарищ только что позвонил вы правильно ответили если Германия потребует выход всех наших войск из территории Германии то кто же будет защищать Россия тут же проглотит всю Европу А в Австралии он говорит об Австралии они сами больше чем потребляем потребляем попросили Соединенные Штаты чтобы защитили их территорию потому что они уже не будут в состоянии компенсировать ту угрозу которая будет скоро уже во всей территории Азии и вообще об океане потому что Китай растет не поднима по часам да абсолютно спасибо большое добрый день вы в эфире говорите пожалуйста добрый день Анатолий давно не было ничего слышно о Венесуэле то дело подходило чуть ли не к военным действиям и уже месяца два абсолютно тишина есть ли какие-то новости я понял да спасибо добрый день вы в эфире добрый день Анатолий слушай я могу подсказать что беды в России происходят там есть две крысы крыса Жириновский а крыса вторая вы все знаете я не буду говорить об этом спасибо спасибо окей давайте быстренько закончим с этой темой американских ракет значит вот мне очень понравилось позвонил радиослушатель и абсолютно правильно сказал если ну забыть про российскую пропаганду которая нас тут заселяют то можно было бы и подумать о том что что значит американские ракеты направились на Австралию и Новую Зеландию то есть как они направились сами американцы что оккупировали Австралию и Новую Зеландию американцы как насильно привезли туда ракеты и сказали так с сегодняшнего дня эти ракеты будут стоять здесь но это же глупости то есть конечно же понятно что и Австралия и Новая Зеландия они прекрасно понимают что происходит в азиатском регионе прекрасно в Тихоокеанском регионе они прекрасно это понимают и именно поэтому они хотят чтобы у них на материках стояли вот эти ракетные установки то есть это какая-то какая-то защита от того что может прийти в голову Китаю что может прийти в голову Южной Северной Кореи и поэтому они поставили это давайте говорить так они эти ракеты поставили кроме того что эти ракеты представляют собой своего рода ПВО щит но это также вы не забывайте это кусок американской земли понимаете то есть ну вот сегодня если допустим Северная Корея вдруг ударит в голову бахнуть по Австралии вы же понимаете по кому они бьют теперь они уже бьют не по Австралии они теперь бьют по американской технике и это уже совсем другое дело понимаете поэтому то что вы сказали что там кто-то в Австралии ляпнул о том что вот мы теперь на нас направлены эти китайские ракеты но это же вы же понимаете что это проплаченная пропаганда которая абсолютно не имеет никакой ни основы ни смысла под собой поэтому давайте мы забудем про то что передают по российским каналам даже в интервью с какими-то там непонятными австралийцами с какими-то немцами непонятными которым проплачивает тот же Путин для того чтобы они вели вот такую журналистскую пропаганду мы как раз сегодня об этом говорили поэтому я к этому отношусь абсолютно спокойно что произошло то есть где Венесуэла ну я вам скажу такую вещь американцы Трамп в свое время пообещал что он не будет полицией мира или мировой полиции он не собирается тушить очаги он не пожарник он не полицмейстер то есть Венесуэла подняла восстание захотели поднять восстание пожалуйста Америка вас поддержала в том смысле что мы согласны с тем что Мадуро должен уйти этот как его Гуидо или как его Гуидо должен прийти но мы не собираемся за вас воевать мы не собираемся вам то есть мы не собираемся устраивать второй Ирак в Венесуэле понимаете хотя в отличии или не хотя а это именно в отличии от России которая быстренько туда спроводила пару самолетов загрузила туда своих спецназовцев якобы что они там собираются делать непонятно но вот Россия в своей пропаганде называет Америка полицией мира тем не менее пока что и в Сирии Россия показала свою как говорится гниль и то же самое они делают в Венесуэле теперь Трамп что он должен сделать воевать с Россией из-за такой страны как Венесуэла слишком много чести в конце концов что такое Венесуэла когда-то это была страна которая была серьезным поставщиком топлива которая была серьезным серьезной страной которая была имела какую-то не какую-то а которая была в принципе демократической страной до того как Юго-Шавес захватил там власть понимаете но с другой стороны что такое Венесуэла клочок земли ради него никто там воевать не собирается поэтому и никто не собирается устраивать военных переворотов таких как вот Обама я даже не могу сказать что он попытался он ничего не пытался он просто чисто как вот самый ярый яркий прошу прощения импотент якобы руками махал там что-то ляпал языком ничего толком не делал завел туда оружие потерял это оружие каких-то там спецов тренировал ничего из этого не получилось аж 54 человека понимаете вот это Трамп делать не будет поэтому Венесуэла ребята вам нужно будет пожалуйста вон на Украине произошел Майдан сами себе там все устроили ну и нам если нас это интересует мы будем им помогать вот так примерно сегодня относятся к Венесуэле у Трампа большие проблемы сегодня чем Венесуэла у Трампа есть проблема это Иран раз это Китай два и именно в этом порядке Иран это самая большая сегодня проблема Китай это вторая проблема ну и третья проблема это то что происходит с Северной Кореей именно в том смысле что ничего не происходит все Венесуэла это Венесуэла Украина что там еще Приднестровье это все абсолютно такие вещи о которых я не думаю у него валит голова добрый день если сегодня Лори Лайтфуд начнет давать интервью против Трампа о том что Трамп такое-сякое и бла-бла-бла кто ее будет слушать кто кто она такой она мэр города Чикаго подумаешь большая тоже мне город Бердичев понимаете по отношению к президенту Америки страны Америка то есть какая-то мелкая сошка какой-то мэр какого-то города большой город сколько в этом городе населения сколько 2 миллиона 300 тысяч сколько Дарвине да чуть-чуть меньше миллиона ну так что это за город скажите мне чуть меньше миллиона это большой город это одна четвертая часть города Чикаго одна четвертая часть именно города Чикаго и это мэр она выступила может быть она против антитрампист ну и дальше что но она выступила что ей это дало она что они не поставили там ракеты поставили она что решает еще ракеты там не поставили там идет спор просто интересно послушать всех нельзя же как каждого там подкатить и все я могу говорить и про венесиэлу как только куба посол 25 тысяч солдат сделали наши союзник как колумбия бразилия заявили на весь мир америка мы всей душой тебя поддерживаем но только на словах больше ничего другого не ожидать согласен это вот это вот наши союзники это не менее секундочку всего тут прошу прощения есть большая разница между союзниками и партнерами по бизнесу это большая огромная разница союзники это вот были союзники англии америка россия в войне против кого-то это союзники а те люди которых объединяет общие экономические интересы это не союзники это партнер и они не должны у них нет никакого обязательства между собой вот нато это союз а бразилия и колумбия они не союзники у них нет никакого договора у них ничего не про сказали слушай мы тебя поддержим до захочешь туда зайти ну мы не против иди но мы тебе не будем мы не будем там боева вот и все поймут в этом разница понимаете то есть я поймите меня правильно я не пытаюсь как-то выгородить кого-то я всегда вы уже знаете что я борюсь за то чтобы вот то что происходит должно иметь смысл если она не имеет смысла значит она происходит по чьей-то воле то есть уже хотите я вам выскажу свой это пожалуйста конечно трамп я понимаю что он один ничего не может сделать что он должен как-то опираться на своих помощников эти помощники его постоянно подставляет вот этот вот от морозов джан болтон так он уже столько ему нагадил зачем он ему ну вы понимаете сегодня он заявил на весь мир россия украла у нас технологии по гиперзвуковым ракетам слушай родной да невозможно украть того чего у тебя нет они уже это пускают у нас даже не ракета не летит со скоростью 4000 километров в час зачем нести такую чушь на весь мир объясните мне это же подставляют трампа в первую очередь ну это да это бы это своего рода опять же пропаганда это холодная война это гибридная война которая происходит повсеместно и они используют вот эти опять же я их оправдываю нет я болтона кстати не очень полюбиться полюбляю он экстремист и я поэтому надеюсь что если трампа верни когда трампа изберут на двадцатый год что он от него избавиться я очень на это надеюсь то есть поменяется немножко кабинет поменяются советники будет как-то более такая умеренная политика потому что болтон действительно он самый настоящий чистый ястреб который но он про военный человек на что я могу сделать ничего вот но все остальное спасибо спасибо не будьте здоровы вот теперь ну вот мы у меня задали вопрос по поводу эпштейна если там какие-то поползновения пока что никаких поползновений нет единственное что якобы появили появился рапорт медицинский о том что один из шейных шейных позвонков находящийся рядом с авортой был сломан и это такое косвенная улика того что это могло быть убийство то есть когда человека пытаются именно душить вот именно душит нее не при повешении он удушился а именно душит руками вот очень характерно когда ломается вот этот вот вот эта кость находящаяся рядом с авортой но опять же пока что никаких таких серьезных продвижений нет ведутся расследования того перевели сюда этого перевели сюда вряд ли мы опять же я еще раз об этом говорю вряд ли мы что-нибудь толковую знаем единственное что мы узнаем что полетят пару голов найдут пару козлов отпущения и будут проводиться слушания по поводу того как все-таки улучшить работу вот этой вот этого кпз вот это то что мне кажется а остальное вряд ли давайте примем еще один звонок добрый день вы в эфир добрый день владимир я сегодня читал начать артикл онлайн и не помню артикл из-за нью-йорк таймс нам это самое так сказать любящая товарища трампа агент и вот и вот как журналист new york times совершенно поддерживает трампа выход из договора по ракетам средней и малой дальности и он утверждает что это правильное действие потому что россия 12 лет нарушала этот договор и все только уговаривали бла-бла-бла ну пожалуйста ну перестаньте нас бить по морде да согласен владимир я прошу прощения у меня буквально осталась минутка но я хочу отреагировать вот именно на ваше замечание значит смотрите если мы уберем россию из уравнения то что мы увидим мы увидим то что америка даже если бы россия не нарушала эти договоры допустим не нарушала америка должна была выйти из этого рснд только потому что к нему не был привязан ни китай не северная корея понимаете то есть мы получается тем что мы были связаны вот этими узами договора рснд мы не могли развивать ту индустрию которая бы нам помогла потом в дальнейшем как-то обезопасить себя против китая и северной кореи вот почему даже если бы там не было россии вот почему мы должны были бы выйти из вот этого рснд это был просто связывающий нас по рукам и ногам договор потому что в этом в тот момент когда он был подписан тогда еще китай как говорится и не был близко там где он находится сейчас ну а северная корея сами понимаете там никто тогда об этом даже не думал поэтому они конечно же американцы все правильно сделали тем что они вышли из этого договора они теперь могут развивать то что им нужно развивать для того чтобы себя обезопасить ну а все остальное посмотрим как оно все выйдет вот так дорогие друзья мое время к сожалению подошло к концу поэтому еще раз огромное спасибо всем тем которые меня слушают всем тем которые участвовали спасибо огромное и Юрию и Дину и Владимиру и Марии всем тем которые участвуют если я кого-то забыл прошу прощения и конечно же спасибо тем радиослушателям которые написали это коллективное письмо огромное спасибо дорогие друзья будьте здоровы спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! и